Так, и у нас начинается ТАС-блок. Напомню для тех, кто не знает, что такое ТАС, если такие тут еще есть. ТАС это прохождение игры с помощью некоторых утилит, ну, то есть ту ассист с бедром, в данном случае будем использовать какие-то инструменты. В данном случае нашим инструментом будет бот, в котором мы записали до этого все маневры и действия покадрово, которые должна будет нажимать игра. Поэтому то, что вы сейчас увидите, это будет не четкое прохождение игры человеком. Это будет как бы незаписанное, но записанное. То есть это не видео, это именно программа, которая будет нажимать кнопки за тебя. В чем нажимать будет достаточно интересным образом. Нажимать на... из-за того, что будет нажимать по шине, нажимать на будет очень четко. Мы можем делать вещи, которые человеческими пальчиками невозможны. С точки зрения этой игры, вы увидите, что мы там будем прикалываться с прохождением сквозь стены. Потому что в этой игре есть такие клипы, где мы можем прилетать сквозь стены. Которые человеческими пальцами невозможно сделать. Ну да, будет ли прохождение игры. В общем-то, почему выбрана Kingsbird? Это причина, почему вообще выбираются подобные... Эта игра идеально подходит для того, чтобы написать для него таз. В игре нет никакого рандома. Это чистый платформер, в котором мы можем бегать, мы можем дэшиться, мы можем летать. Ну, гладить на наших крыльях. И теперь мы начинаем раунд через 3, 2, 1. И поехали. В общем-то, в чем гиммик этой игры? Это платформер, в котором у нас есть плащ, с которым мы будем проходить... С помощью которой мы будем парить, гладить. Мы будем как бы находиться в таком полете. Вы можете обратить внимание, что сейчас мы, может, летаем на экранчике. Здесь, пока что, идет небольшая катсцена. В этой катсцене мы залетаем вокруг. Из этого круга мы нас телепортируем... Черт пойми куда. В начало игры. И я очень сильно надеюсь, что я смогу объяснить какие-то мумы и страты, которые здесь используются. Но мне кажется, не обязательно. В общем, первое, что мы делаем, это... Залезаем на... На уступчик, слезаем с него. И когда мы прыгаем на сам краешке уступа, с которым мы поднимаемся, нас выкидывает чуть выше. Это называется вертиковый edge boost. Вертикальный boost наверх от края платформы. Здесь мы прилетаем дальше вперед. По дороге мы используем очень много edge boost, которые могли делать. Эта игра ускоряет нас, когда мы прыгаем на самой границе платформы, на которой мы могли собраться. В общем, как в целесе это работает. Что вот мы прыгаем, что вот мы находимся у самого краешка, мы от этого краешка отпрыгиваем, и игра как бы ускоряет нас дважды. Ну, почти дважды. Что набирает нам скорость. И скорость в этой игре важна, потому что скорость в этой игре влияет на то, как далеко мы можем прилететь, когда мы находимся в состоянии парения. Здесь какой-то сюжет. Женщина приходит, женщина кричит, у нас женщина убегает. Мне интересно. Ну, в общем-то, первый уровень... Да, это ТАСС. В общем-то, первый уровень здесь будет очень много косы. И вот мы пролетаем. Очень быстро пролетаем. Настолько быстро пролетаем, что мы успеваем дойти быстрее этой женщины, и поэтому вырезаемся в него в барьер. Дальше можем пройти. И поднимаемся наверх. Мы в техниках категория, на самом деле, очень много. Чуть-чуть в районе 8-9. Только инпуты записали. Это просто программа, которая вводит инпуты правильные. Переходим теперь в следующий мир. И мы получаем наш плащ, с помощью которого мы будем летать. Пока что идет кастсцена. В этой кастсцене мы... Пока идет кастсцена, мы уже разгоняемся вниз и летим. Жеу! И вот эти вот манеры, которые мы только что сделали, мы выбежали раньше, чем кастсцена. Вторая начала проигрываться, потому что мы выбежали в первой кастсцене. Мы побежали быстрее, чем тренируемся в вторая кастсцена, и мы уже оказывались в следующем уровне. И вы можете обратить внимание, что мы перемещаемся очень быстро. Настолько быстро, что мы прилетаем сквозь пространство и время. Мы полностью пропускаем весь уровень, прилетая его снизу. И мы закончили с туториальной зоной. Переходим к основной игре. Лесное королевство. В каждом королевстве нужно пройти 10 уровней. Королевство, по-моему, 4. И здесь мы мучаемся от того, что мы дэшимся около стенок. Когда мы это делаем, мы быстро добираем скорость. И здесь очень четкий мувмент. Очень-очень. И мы закончили с мувментом. Приступаем к второму. Дальше небольшое отпрыгивание. И здесь делается техника под названием луп. Мы можем набирать ускорение, если мы делаем такие кружочки. Если мы как бы делаем edge-бусты, то есть, когда мы отпрыгиваем от краешка, мы набираем скорость, мы можем потом вернуться обратно к этому же краю и сделать от него еще один буст, и тем самым набрать еще больше скорости. И мы эту скорость используем для того, чтобы пройти сквозь стену с помощью фреймперфектных импутов. Очень большое количество фреймперфектных импутов. И сразу же проскипать второй уровень. Пока я об этом рассказывал, мы достаточно быстренько прошли третий уровень. Прошли, в принципе, плюс-минус казуально. Здесь снова бусты, бусты, бусты. Жм. Еще больше ускорений, которые мы могли получить. И пролетаем до самого конца. И мы закончили с четырьмя уровнями первыми. Теперь мы летим во вторую зону. Здесь еще четыре уровня, которые нужно пройти. Мы переходим сразу к пятому. К пятому, к шестому. Здесь вот эти вот белые штуки, это шипы. Их нельзя касаться, поэтому мы их, ну, очевидно, не касаемся. Здесь, на самом деле, у нас должен был закончиться плащ. Вот он заканчивается. Но состояние глайда, наработает очень интересно в этой игре. В этой игре глайд спадает в зависимости от того, как далеко мы пролетаем. Причем, как далеко не по времени, а как далеко от расстояния, где мы начали глайдить. Именно поэтому, чем дальше мы пролетаем, тем быстрее мы как бы теряем высоту. Но при этом этим падением можем манипулировать. Например, как мы сделали сейчас. Сейчас только что был тот же фрей-перфитный прыжок, называется Zero Gravity Jump. Требует очень четкого отпрыгивания от краешка, и тогда игра позволит нам пролететь на состоянии глайдинга выше, чем мы должны. Потому что при нормальных условиях, когда мы гладимся, игра не позволит нам прыгнуть выше, чем мы можем прыгнуть с той точки, откуда мы начинали прыгать. Ну, а тут пролетаем. Пятый уровень полностью пропускается, он не нужен для прохождения. Здесь мы делаем эдж-клайбинг. Примерно как в Супер Метроиде. Мы можем забираться на уступку чуть раньше, чем мы до них долетаем с помощью манипуляций хитбоксами, и переходим к седьмому уровню. Специфичный прыжок, прямо около шипов, клепаем через стену, пролетаем дальше, летим, летим, летим. Ну и пролетаем дальше. Что мы делаем? Летим. Дэшимся и летим. И долетаем до конца уровня. Здесь же была использована техника под названием вайвдэша. Очень схожа с тем, что будет потом использоваться в целесте. Так. Сделается еще один эдж-буз для того, чтобы подняться дальше вверх. Мы долетаем до выхода. Следующий уровень, 11-й, по-моему, уже. Прилипаем к потолку, пролетаем дальше. Облетаем. И у нас свет очень мощный, говорит, из-за того, как сильно мы ускоряемся от углов. И мы закончили проходить 10 уровней. Да, мы, получается, зашли в три зоны. В одной зоне мы пропустили уровень, и теперь можно закончить. Эдж-клайминг. Эдж-бустинг. Эдж-клайминг. Клайм. Забирание на уступы. Упс. А тут у нас форный уровень. Что у нас был сон, а потом этот сон поглотило. Ну да, вскарабкивание, но не совсем. Да, здесь очень глубокий сюжет насчет того, что игра не просто про то, что мы тупо летаем. Здесь даже есть какой-то сюжет. Игра на самом деле очень красиво сделана, из-за того, что вы можете увидеть. Уровни прямо великолепно нарисованы. Здесь мы прилипаем к потолку, пролетаем дальше вверх. Там прицелкает очень огромный донат. Отлично. Прошли уровень еще один. Переходим дальше. Как и на предыдущем уровне, нужно пройти 10 этих вот микро-локаций, микро-уровней, для того, чтобы продвинуться дальше по сюжету. Снова статичные эдж-бусты. По накладам поверхности тоже можно ускоряться, когда мы прилетаем мимо них. Убираем огромнейшую скорость, из-за того, что мы не человек, мы уже робот. Мистер Деструктуэйда в чат, пожалуйста. Итак, здесь мы будем играть немного пинбул с Куэлл. Мы будем спускаемся с куэллами. Итак, начнем с куэлл здесь, чтобы получить немного скорости. Еще одна вещь, с помощью которой мы будем ускоряться, это с помощью глайдов на наклонных поверхностях. Мы как бы спускаемся вниз, мы набираем очень огромную скорость, когда мы находимся в состоянии глайдинга. И мы проходим таким образом в третий уровень, где было очень много этих наклонных поверхностей, на которых мы набрали нашу скорость. Жм. Удаляется компьютера. Еще одна наклонная поверхность. Эти вот круги, по которым мы наворачиваем, так сказать, круги, не круги, а похожие на английскую букву у туннеля, у шейпы. И по этим кишкам мы продвигаемся дальше, набираем снова большую скорость и забираемся наверх. Снова очень сильно ускоряемся, делаем крюк для того, чтобы брать скорость и активировать точки. Здесь на этом уровне нужно активировать несколько точек для того, чтобы пройти дальше. Активируем еще одну, активируем еще одну. И полетим на выход. Это был пятый уровень. Сейчас мы переходим на шестой уровень, который мы будем проходить на этой локации. Здесь техники вейвдэша. Когда мы врезаемся то в пол, то в потолок, мы получаем тем самым ускорение. Раз корнер буст, два корнер буст. И здесь третий корнер буст, и мы получаем опять огромную скорость. И на этой огромной скорости мы продвигаемся дальше. И мы закончили здесь, в этой зоне, мы прошли уже семь уровней. Нужно пройти еще три. И мы сможем закончить с этим храмом. И продвинуться дальше. Так, здесь снова красиво пролетаем мимо шипов. Набрали огромную скорость из-за того, как мы перемещались между... Между наклонными поверхностями и между уступами. И очень красиво завершили уровень. Проступаем к следующему. Еще одно ускорение мы получили на наклонной поверхности, которая ведет... На этот раз практикально наклонной поверхности. И сделать супер прыжок. Долетаем. Очевидно, долетаем. Отлично. При нормальных слоях мы не должны были бы так лево и высоко забираться, но за некоторых специфических прыжков мы можем забираться так высоко. Так, здесь мы можем пропрыгать между шипами. По-моему, от шипов можем отзаспелляться, если мы правильно нажимаем кнопки. Как в Целесте. И мы закончили с этим храмом. Приступаем к следующей части. Следующие локации. Это у нас сюжет, который мы наблюдаем за сломанными локациями. Некоторые сущные хотят забрать у нас наш плащ, с помощью которого мы летаем. Потом происходит раскол в пространстве. И мы попадаем в затопленный храм. А, нет, мы переходим, наоборот, в небесный храм. Здесь очень красивая тематика, греческая. И в этом небесном королевстве, в котором мы будем сейчас находиться, ТАСС покажет себя во всей красе. Из-за того, насколько воздушной является эта локация. Пока что мы прилетаем наверх, прилетаем наверх, и... Набираем огромную скорость в этом туннельчике, вертикальном. Открыгаем от стен туда-сюда. И здесь идет огромнейшее, опять же, ускорение. По-моему, это самая большая скорость, которую вы достигал. Пока что этот наш персонаж. Зависи ран. Потому что создавали ТАСС-2 человека, очевидно, поэтому... Здесь мы, опять же, делаем луп для того, чтобы набрать необходимую скорость, чтобы долететь до выхода с уровня за один глайд. Следующий уровень в казуальном прохождении очень тяжелый, потому что он достаточно узкий, достаточно некомфортный, здесь куча шихов. Но мы... ТАСС... Нам плевать. Здесь корнер-буст. И у меня уже началась, честно, голову окружиться с того, что я вижу. Ну, вроде пролетая, мы закончили с четырьмя уровнями из десяти необходимых в этом воздушном королевстве. Или в небесном даже. Переходим дальше. Снова делаем лупы, когда заходим на эту локацию. Три лупы. Доходим до конца. Так. Еще луп. Отлично, полетаем наверх. Еще луп. Три, четыре, пять, шесть, семь. Вжум. Набрали огромную скорость, и на этой огромной скорости долетаем до верха. И это обычно очень долго. Так, посмотрите, если вы можете понять, что это, что ТАСС решила, и это делает в рюк. Я говорю, что это лупы. Это лупы! И также, что это лупы. Два лупы там, и один, 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 и один. Переходим в лупы. Пропускаем огромный уровень с помощью этого выхода через... В иное пространство. И это не достаточно, чтобы влезать в рюк. Это только быстрее для ТАСС. Так, снова забираемся наверх на уступчик. Продолжаем проходить. Еще раз набираем скорость на лупах. Как это называется по-русски? На петлях получается. Да, на петлях. Мы делаем такие петли. Набираем на них скорость. И на этой скорости летим, как угорелые. И еще больше петель. И еще больше петель. Это просто лупы. Это Крендом лупов. Крендом. Крендом. Хорошо. Этот уровень... Это еще одно, как кластрофобическое, спайк. Теперь снова узкий уровень, как был до этого. Очень сложными прыжками. Так. Кое-как добираемся до конца этого уровня. И мы закончили с Небесным Королевством. Я вообще все время думал, что какие-то храмы, а это оказывается Королевство. Здесь проходим дальше. И выпрыгиваем за текстуры так, чтобы нас убило. И когда мы возвращаемся обратно, мы тридирули кат-сцену. Мы получаем снова доступ к тому, что мы могли двигаться. Пропуская тем самым еще одну кат-сценку. Теперь мы видим, как постройки с Королевства Небесного падают на землю вниз. И все крушится, ломается. Продолжение следует... И все, что вы узнаете, что вы узнаете в каждом другом уровне. Даже бонус-левел. Левел, который мы не играли. И это поставит на тест. Это тоже очень линейный уровень. Вся секция здесь, в принципе, есть одна решка. И поэтому это не так интересно для раутинга. И это довольно ледко. Это почти 2 минуты для скоростей. Ну и пока есть возможность, мы снова делаем петли, петли, петли. Набираем скорость. Проходим через оба и еще набираем скорость. Еще больше скорости. И пчжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжж И это был весь уровень. И помнишь, как я говорил, что люди в этом игре не могут оставить барьеру без их клоуков? Ну, барьера вокруг нашего клоуков? И здесь они. Они не мертвы, они просто в стасисе. Они ждут, чтобы их клоуков были вернуты, или барьера восстановлена. И тут, вроде как, объясняется сюжет. Сюжет должен быть интересным, но... Некто как-то потерял суть сюжета. Ну, и мы там сделали последний выход в УП и теперь дошли до финального босса. Босс требует того, что мы отражали в него шары. Да, этот лазер, который он спаундит, он тебя убит. Это просто, что мы можем быстрее, чтобы пострелить его клоуков в одной фрейме. И теперь он будет попытаться срабатывать какие-то миссии на нас. Попробуем. Но мы чувствуем как-то плохо для него, поэтому мы держим один из них вокруг. И, как мы попадаем второго босса, мы позволяем его клоуковать на нас. О, да. То есть, в том числе, чтобы помогать ему сохранить фейс, мы, в самом деле, срабатываем время, срабатываем время. Уборачиваемся на босса, он ждет около 4 секунд, Уборачиваемся от его ракеток. Есть лазеры, есть которые... Нас так-то должен убивать из-за того, как быстро мы двигаемся, мы пролетаем через него, не получая от него урон. Еще отражаем в него один выстрел. Так, еще один лазер. Снова набираем огромную скорость. Лазеры нас вообще не интересуют. Здесь можем отдохнуть на уголке. Пока шипы не появились. И снова отражаем выстрел босса. И теперь начинает летать повсюду. Но то, что он начал двигаться, вообще никак не мешает ему получать те же самые выстрелы все в лицо. Но только 7 пунктов вокруг Квилла, которое он таргетит, может быть разными. И он может уйти в совершенно другую часть арены, до конца фазы. В каком-то хаотической каскаде. Здесь мы занимаемся манипуляцией босса для того, чтобы он кидал шары именно в определенные точки. Найс. Снова разгоняемся до огромной скорости и летаем туда-сюда. И последний выстрел. И мы закончили тем самым с боссом. И когда экран станет черным, мы говорим. Время. 28 минут, 28 секунд. Клапу тассерам. Насколько я понял, они занимались этим разработкой этого спидран достаточно долго. Риу, который живет в нашей коммуниции, и нас очень активировал и мотивировал, чтобы выстрелить этот тасс. И все люди, которые хранят ИЛ-литер-борды, онлайн-литер-борды, и держат эту коммуницию живой. Да. Ну, если вы думали, что мы закончили с тассами, то ничего подобного. Потому что после Кингсбёрда нас ждет тасс шоу-кейс. Я думаю, что это все для меня. Я думаю, что это все. Я был Алекс Speedy. И я был Глиппорол. О, смотри. Мы должны предоставить, что после этого... Да, да. Если вам понравилось это, Тул-ассистент спидран, мы получили все еще один час. Дуэнго будет делать... Я даже не знаю, но это будет круто. Так что посмотрите. Да. И я думаю, что это последнее, которое мы должны сказать. Да. Так что, Попробуйте с осталью ЭСА. Спасибо за с нами. Эх... Да, Таст не удалят с компьютера, потому что он успел. Ну и да, и... Эти вот господа будут дальше показывать нам прикол с тассботом. Но с ними буду уже возиться не я. Хотя я еще с вами увижусь сегодня. Лучше... На самом деле, лучше всего в вопросах тассов вам может рассказать человек, который занимается тассами. Я очень сильно надеюсь, что скоро этот человек появится. 100? Sorry. We also have $15 here from Lucinda saying, Nice work, liberal. Also, someone cure Alzheimer's, please. We are working great with all your generous donations here. We have $10 from Trigone saying, Hey, y'all. I want to thank you again for making ESA and sharing it with us every year. I always look forward to it, and I love every second I spend watching it. It's just such an amazing event, and all the effort that goes into it from everybody is incredible. Thank you all for doing this, runners and ESA team. Let's make this run even longer. We can always need more ESA. This goes to the bonus game. Let's make it happen. Love you all, and enjoy. We also have Hellye Corp with $10 saying, More loops, my lord. And then we have a final one here $5 from an anonymous donor saying, If everyone watching right now donate just $5, We can crush the bonus run incentive and get that milestone in the same time. Now we are nowhere. Now we are at the bottom of the menu. Thank you so much. That was absolutely amazing. We are at the bottom of the menu. There is more tasks coming forward. But now you probably got that Rightard group that has a nice chance.